Вечер в хату, Витёк. Поясни пацанам, интересующимся за чистый прирост энергии, при испытаниях термоядерного реактора в лаборатории имени Лоуренса, а конкретно в наутовичном центре National Ignition Facility, что в Калифорнийской области, по-буржински пишут гады, пацаны с лаборатории пока никаких прогонов не запускали, ты в этой теме ровно стоишь, за тебя люди авторитетное слово сказали. Шныри говорят, что 20% чистой энергии – фуфло или чудо рукотворное. Пацаны просят дикую мурку не включать без англосаксов и рептилоидов, по-трезвому изложить, по сути. Ну чё, гораздо ребятишки стараются и пергаменты. Учёные США приблизились к получению полностью экологически чистой энергии, впервые добившись чистого прироста энергии в реакции термоядерного синтеза с инерционным удержанием. Эксперимент был проведён при помощи небольшой гранулы водородной плазмы, самого большого в мире лазера, пишет Financial Times, со скидкой на трёх собственников ТТТ. В Ливерморской национальной лаборатории Роу-Лоуренса в Калифорнии удалось воспроизвести процесс ядерного синтеза. Тот же процесс, что происходит на Солнце, получить около 2,5 мегаджоуля энергии, что на 120% превысило использованную в лазерах энергию 2,1 мегаджоуля. Для источника отметили, что энергии было получено больше, чем планировалось, что привело к повреждению диагностического оборудования и усложнило анализ результатов. Прорыв уже близко обсуждается учёными. Ну что, ребята занимаются холодным термоядом. Что это вообще такое холодный термояд? Это концепция, у которой отсутствует какое-либо внятное теоретическое обоснование. Вот оно по принципу. Если взять что-нибудь тяжёлое, когда посильнее долбануть, то искры будут больше, и надо это направление развивать. Больше они фундаментально ничего не знают, не понимают и долбят это в течение длительного периода. Это получается 50 лет, 70 лет. Люди долбят. Сейчас они долбят по плазме, долбят чем-то лазером, надеются получить что-то. Такое, как на солнце, в рамках... Выглядит это всё как бы пушисто. Кто они по мастерам? Мошенники так фундаментально. А если вы что-то делаете без теоретической части, ну, тупорыли это вообще без козырей. Здесь, судя по поступающим данным, повредили оборудование дорогостоящее, и чтобы как-то превратить свой просчёт в свою фиаско в апофеоз, ну, заявили про 20% чистой энергии. Опять же, схема... Судя по сообщению, схема без учёта на топливо, да? Если у вас есть объект, назовем его «топливный», в кавычках, да, на который вы воздействуете другим объектом, на котором вы затраты энергии посчитали, да, то вам и суммарное, как бы надо с учётом на топливо тоже брать, а у вас здесь вообще получается, что получается? Вы не можете посчитать результаты, потому что у вас повредились предметы контроля. Так, у вас повредились предметы контроля, приборы контроля, и у вас заявление. Ну, это полностью такая лютая, лютая... лютая схема? Нелогичная, да. Пока точных данных не предъявлено, вообще, как бы, этим заниматься бессмысленно, радоваться этому вообще бессмысленно. уже научное направление, которое развивается, пьёт бюджеты много-много лет, десятками лет. Ну, как обычно, как успокаиваются, там, после пяти-десяти лет попыток, да, если вообще что-то без теоретической базы, надо сразу зауспокаиваться. Если просто методом научного тыка надо хотя бы пять-десять лет, двадцать и успокаиваться, они семьдесят лет не могут успокоиться. Кто они по масте? Ну, воровской они, или бобровой они, наверное, масте. Бобры-воришки? Или просто бобры, которые честно грызут оборудование, схема? Ну, да, просто долбёж куска материи направленным воздействием в надежде сгенерировать большинство исследований пока связаны с так называемыми термоядерным магнитным синтезом, в котором водородное топливо удерживается в ловушке мощными магнитами, нагревается до экстремально высоких температур для термоядерного синтеза. Если ранее термоядерные энергетики занимались преимуществом госучреждения, то в последнее время инвестиции, соответствующие увод, трансферпатии, клей в частные компании, обещающие создать работоспособные технологии в 2030-м годах. То есть, сейчас они, уже государство, видать, на них выдохнуло, сейчас они распушают инвесторов. Ну, постанова распушения воровская бобровая масть. Не более того, это вот они исполняют для зрителя обомлевшего спектакль, что мы так вот шампиньоны подвернем. Мы с таких козырей зайдем. Вы увидите эффект, печатаем в газетах во всех. Далее. Сурдин. Астроном и популятор. Он не физик. Он просто обладает даром интересно рассказывать то, что знает сам. Если он в чем-то не прав, то это не его вина, а физиков. Люди защищают Сурдина. Ну, я не спорю, они все, возможно, люди хорошие. Кто-то более виноват. Их, конечно, физики более виноваты, чем Сурдин астроном. Но Сурдин рассказывает чушь. Вот искривление пространства – это чушь. На уровне элементарных определений можно понять, что искривления пространства нет. А раз нет искривления пространства, значит, нет половины всех этих объектов, о которых ты рассказываешь. Ты тогда уж говори там об этом. Просто не обманывай детишек. Детишки-то верят в это во все. Ты вовлечен. Ну да, ну. Это как вы залезли в хату. Кто-то стоял на шухере. Он же не залазил. Ответственность на всех разная, конечно. Вы занимаетесь одним преступлением. Все вы занимаетесь одним преступлением. Имеет не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»